Всем привет, меня зовут Маша, и в этом видео я покажу вам новые книги. И если всё будет нормально, то это предпоследнее видео, вот начиная с апреля. Потому что мне уже на самом деле стыдно перед многими издателями, которые прислали мне стопки книг, и я до сих пор даже не показала их в видео, потому что я очень мало снимала видео. Ладно, начну я, наверное, с самого долгожданного для меня. У меня был день рождения, и мне мой парень, который всегда дарит мне какие-то книги из моего виш-листа, я вообще редко разрешаю людям дарить мне книги, потому что это такая... В общем, тут не угадаешь. В общем, он мне подарил две вещи, которые я очень давно хотела. Для начала это книга фей, это странная вещь, я её уже полистала. Она заявляется как что-то вроде энциклопедии подарочного издания с красивыми картинками и фотографиями про мир фейрии, мифологию и вот это вот всё такое. Она очень красивая, я ещё не успела её полноценно почитать, я успела только полистать картинки и примерно понять, о чём она, то есть какое там содержание. Здесь действительно потрясающе классное оформление, причём в этом самом оформлении использованы как современные фотографии, так и классические какие-то работы, тех же прерафаэлитов, рэгхэма, много кого. И сама книга сделана как своеобразный сборник знаний на тему всяких сказочных существ, сказочных мотивов. Она классная, действительно, она очень атмосферная, она очень вдохновляющая. Но, честно говоря, энциклопедия фей Фрауда и Алана Ли, она мне гораздо ближе, просто потому что она такая более... более хтоническая, наверное. Вот, но тем не менее. Короче, если помните книжку про веканство, про которую я недавно рассказывала, вот эта штука ближе к ней, чем к чему-то более основательному. Тем не менее, она очень классно выглядит, и я буду рада поставить её к себе на полку со всякими красивыми изданиями, вот, ну а по содержанию там уже ближе к этому посмотрим. И вторая штука, которую я тоже очень сильно хотела, это хранители Алана Мура. Это комикс внезапно, и вы знаете, что я с комиксами дружу не очень хорошо, и из всех таких относительно известных я читала фактически только Сэндмана, причём не всего. Что про хранители? Я не буду их сейчас держать, потому что они действительно очень тяжёлые. Здесь хреновая туча комиксов, и насколько я знаю, это то самое правильное полное издание, которое в России есть. Началось всё с того, что мне моя подруга показала хранители, причём показала режиссёрскую версию, и со мной случилось то, что со мной случается вообще очень редко. Я смотрела почти трёх с половиной часовой фильм, не отрываясь. Это нонсенс, потому что я в принципе, как бы, я предпочитаю развлекательное кино, я очень редко смотрю что-то длинное, и стараюсь смотреть это всё в кинотеатрах, потому что из кинотеатра ты там не выйдешь, ты не начнёшь отвлекаться на телефон, ну, как бы, точнее, можешь выйти, можешь начать отвлекаться на телефон, но шансов у тебя всё-таки меньше. Так вот, я смотрела хранители не отрываясь, мне безумно понравилось, как это сделано. Мне очень понравилась интерпретация супергеройских всех клише, которые там использованы. Мне очень понравилась сама по себе идея, мне понравились сжётные повороты, мне понравилось просто практически всё, что там было. И я такая, короче, блин, теперь мне нужно это почитать. И вот теперь оно у меня есть. Кто не в курсе, хранители — это супергеройский комикс, но супергерои там выступают не в роли персонажей, которые... Наверное, кто-то, кто лучше разбирается в комиксах, он лучше скажет про это, чем я. В общем, здесь супергерои — это не персонажи, у которых всё относительно ок. Ну, в принципе, все супергерои — травматики, практически все. И, как бы... Но, тем не менее, у них есть какой-то такой светлый образ. В общем, с хранителями всё не так. Здесь много жести, здесь много неприятностей, здесь очень много внутренней боли, здесь очень много поворотов, от которых ты такой, фига себе, как вообще можно было это сделать. Ну, тем не менее, они обоснованы. И действие здесь происходит накануне ядерной войны, и вот там показаны часы апокалипсиса, которые с каждой главой, у них минутная стрелочка сдвигается всё ближе к тому, чтобы показать полночь. Вещь, которую я буду читать в самое ближайшее время, потому что она вообще невероятная. И да, в издании есть ещё не только сам по себе комикс, там есть ещё всякие вставки типа документов, каких-то записей, каких-то рассказов. И, в общем, мне кажется, что это очень здорово, потому что у тебя получается такой полноценный... Полноценная история, рассказанная разными методами. Ладно, про это всё закончили, едем дальше, и тут у меня тоже будет много чего интересного. Начну я вам показывать один проект, который... Ну, как бы я мимо-то пройти название вообще не смогла, а оказалось, что он ещё очень крутой. Короче, серия сборников рассказов, которые называются «Зеркало». У меня первая, вторая и шестая, седьмая. Выпускают их... Я не знаю, как вообще им это удалось, если честно, потому что это сборники рассказов, это сборники фантастических рассказов, и это сборники хороших фантастических рассказов. То есть, in Russia, как вы знаете, в жанровой литературе жопа, и как бы фантастика у нас всё-таки ближе к жанровой литературе, поэтому у нас это такой немножечко странноватый жанр, который некоторые люди говорят, что как-то это можно, а другие люди говорят, что типа, ну, как бы мы предпочитаем развлекательную фантастику. Вот это не развлекательная фантастика, это такая интересная, правильная, клёвая фантастика, где фантастическое используется как способ раскрытия каких-то интересных идей. Это то, что я люблю в фантастике. Это ещё сборники рассказов, что, опять же, в России очень странно, потому что у нас мало читают рассказы, и я об этом немножко жалею, потому что у меня есть настроение, когда я люблю читать рассказы, и я очень люблю хорошие рассказы, а не просто какие-то формульные обрывочные штуки. И вот пока что я прочитала два сборника, и сижу такая, да, это здорово. Я про это буду ещё рассказывать в ближайшем прочитанном. «Зеркало для героев и по ту сторону отражений». Первая и вторая книга. В концепте у людей, которые разрабатывают эту серию, как бы каждый сборник — это сборник двух авторов, мужчин и женщин. Берётся за основу какая-то система, здесь это зодиак, здесь это китайский гороскоп, ещё у меня есть шахматы и Ветхий Завет. Берётся какая-то тема, и мужчины и женщины пишут рассказы на близкую тему, то есть они как бы должны друг друга отражать. Вот, в общем, даже вне зависимости от этого, очень круто сделаны сами рассказы. Рассказы где-то фантастические, где-то фэнтезийные. Выглядит это всё круто. То есть единственное, что мне здесь не очень нравится, это обложки. Ну, это, знаете, это вот такая вкусовщина, потому что я люблю минималистичные обложки. Здесь обложки похожи на обложки такой фантастики, наверное, годов 2000-х, ближе к 2010-м. То есть мне очень напомнило книги Головачёва, которые я тогда читала. Вот, но тем не менее. Серия интересная, первые две части мне понравились, и вот теперь у меня есть два последних сборника, которые сейчас вышли. Буду надеяться, что появятся ещё, и буду надеяться, что эти окажутся такими же крутыми, как первые два. В общем, если вы ищете хорошую фантастику, не боитесь читать рассказы, я знаю, что многие люди не любят рассказы, бывает такое, я очень советую посмотреть. Про всё это дело подробнее я вам расскажу в прочитанном, хотя я не представляю, как рассказывать про сборники рассказов, но я попробую что-то там рассказать, потому что там были штуки, которые я читала, и думала, блин, я бы про это прочитала полноценный роман, но авторы ограничивались рассказами. Продолжаем тему фэнтези, у меня появилась следующая книга Королевской крови Ирины Котовой «Огненный путь». Я остановилась на пятой книге, это восьмая, и, насколько я знаю, с ней будет девятая, кто не знает и не смотрел мои видео до этого, Королевская кровь — это фэнтези цикл, очень длинный, с большим количеством персонажей, с разными сюжетными линиями, про мир, в котором есть династия, в этой династии шесть принцесс, и, собственно, рассказ про них и про тех, кто их окружает. Эл Ригби «Капитан Два лица», и вот тут я помню, я пела оды обложки первой книги из серии «Ведьмин сад», давайте я заберу эти слова назад, потому что, если первая была «Ог», вторая была тоже хорошо так, не еще так, хотя странноватое, то потом эти обложки стали очень детскими, вот, я так смотрю на это все и думаю, блин, печалька. В общем, про Эл Ригби я слышала много всего хорошего, но я все никак не дойду до ее книг и никак их не почитаю. «Капитан Два лица» — это фэнтези с пиратами, приключениями и всем остальным. Говорят, пишет она очень здорово. Ну вот, посмотрим. Книжка про абсцент из серии «Культура повседневности». Я ничего не буду тут говорить, вы знаете, что мне нравится тема «Культура повседневности», мне нравится эта ложная серия, ну и пройти мимо книжки про бухло мне как-то сложно. А я попросила у Альпины книгу про историю пьянства. Так что, так что вот. Мне кажется, у меня скоро будет такая полочка просто, на ней будет книжка про как бы коктейли для нубов, хмельной ботаник, джин, что у меня там еще было, конец воздержания, вот эта книга и все остальное. Такие вот дела. Следующее, что я вам покажу, это будет последняя часть. Как-то я сегодня снимаю видео перед работой, поэтому я очень сумбурная и очень нервничаю. Это «Янг Далт» из редакции «Лайкбук». Вот, и тут я, короче, оторвалась слегка. Когда-то они мне прислали «Дочь ведьмы» Пола Брэкстон, и сейчас я выпросила все остальное, что было у Пола Брэкстон. «Возвращение ведьмы», «Серебряная ведьма», «Зимняя ведьма». Жду хороший «Янг Далт», в принципе, как бы я устала от «Румфанта», так что перейду на другое, тоже легкий, приятный жанр, но с другими векторами. Еще был плейлист «Смерти». Как я понимаю, здесь у нас тоже тема подростковых страданий, и та же тема, что и в «13 причин, почему, до которой я все никак не дойду». Вот, говорят, что написано здорово, искренне пробивает на эмоции, вот, посмотрим. Вот, это книжка, которую мне менеджер просто посоветовал, говорит, что да, из новинок, она мне больше всего понравилась. Еще одна вещь, которую я у них выпросила, это «Королева тьмы», и это уже «Янг Далт» фэнтези про, как я понимаю, опальную принцессу, которая хочет вернуть себе государство. Сейчас уже вышла вторая часть, и если вот эта вот мне понравится, то я буду читать и вторую. Вот такие вот дела. Но самое главное, что я у них попросила, и что у меня есть, это два экземпляра книги, которую я уже давным-давно читала, и эта книга есть у меня на полке, вообще в совсем другом издании, который я брала, когда я еще была в школе. Это «Милые кости» Элис Сиболт, и если вы не знаете, не смотрели фильмы и вообще не в курсе, что это такое, это очень драматичная история про девочку, которую убили на поле по дороге из школы домой, насколько я помню, и она очнулась где-то на небесах, и оттуда следит за тем, как меняется мир, в котором она жила после ее смерти. Я прочитала эту книгу не с первого раза, потому что первые два раза, когда я пыталась ее читать, я просто ревела и откладывала ее подальше. Тем не менее, я ее прочитала, это одна из моих любимых книг, одна из вещей, которые меня очень сильно задели в свое время, поэтому я попросила два экземпляра, чтобы их между вами разыграть. Но поскольку у меня сейчас все очень странно со временем, мы ее разыграем как только, так сразу, и об этом я просто дополнительно сообщу. Розыгрыш будет, как всегда, в группе ВКонтакте, так что ждите. Вот. Элис Сибблт клевая. И сейчас у лайкбука вышла ее книга уже не фикшн, я посматриваю в ту сторону, но пока что сомневаюсь, но тем не менее посматриваю. Вот все, что я вам хотела показать. Это получилось очень сумбурно, и более сумбурно, чем я ожидала, потому что у меня реально впервые такой опыт, когда мне нужно записать видео срочно-срочно-срочно, а потом хватать ноги в руки, натягивать на ноги кеды, бежать через магазин на работу, вот я теперь работаю, и как-нибудь обязательно вам скажу, где я работаю, потому что работаю я в очень крутом месте. И, собственно, если сейчас это все получилось более сумбурно, чем я хотела, сори, ждите видео о прочитанном. Оно, если мне ничего не помешает, будет либо вечером воскресенья, либо вечером понедельника, и там будет кое-что клевое. Если вы что-то читали, из того, что показало, пишите в комментариях свое мнение. Если вы знаете какие-то книги, которые, может быть, вы думаете, что мне понравятся, тоже пишите об этом в комментариях. Вот, теперь точно все. Спасибо за просмотр, и всем пока.